А полиция ждет, когда труб. Когда труб будет, тогда мы приедем. Вот, вот, свежая, милая. Вот она. Здравствуйте, за мной. До свидания. Вон к ней идите, к этой дуре старой. Вот, пожалуйста, сделайте, чтоб все узнали. У нас нет спокойствия от сына и бывшей снохи Прудниковой Жанны Александровны. Как они мне дают жизни, что они делают? Бьют. Вот он уходит сюда. Он же идет домой к родителям. Он пришел, и она начинает. Выносить двери. Молодец так, что все двери побитые, обои двери. И горшки летят. И банки трехлитровые с купоркой летят. Звоню, уже милиция, чиполиция уже не реагирует. Вот, было в декабре месяце. Звоню, 112, плачу. Пожалуйста, помогите, вывивает двери. А что она хочет от вас? У нее желание одно. Чтоб давали ей все деньги. Ей деньги нужны на строительство. Многодетная мама на поле дураков выстроила дом. Туда ничего нету. За комбинатом там поле вот этого. Ничего нету. Она его строит. Ей деньги нужны. Она его выгоняет, и он приходит в одни к трусам. Иди к родителям, проси денег. Так он на две квартиры, получается, живет, правильно? То с ней, то с вами. Правильно. Она там довела, он сюда пришел. Он идет сюда. Нет, она его выгоняет оттуда. Вы знаете, как начинается? День придет днем. Как вы? Да ничего. На второй день. Кофейку зашел. Мы с дедом переглянемся и говорим. Ну, жди очередную бойню в двери. Заявится. Я звонила. Два раза в эту звонила. 112 плакала, просила. Я говорю, помогите. Убивают. Мы писали и в прокуратуру. Заявление. И тут писали заявление. Трупа нету. Вы жжете трупа? Вот она, он, в прощеное воскресенье, он пишет. Простите. С отцом едете в лифту? Никогда не поздоровается. Не поздоровается, не скажет. Пап, как у вас дела? В воскресенье. Он пришел, вещи кинул и ушел. А она, давай вы, она, наверное, не видела, что он ушел. То есть она думает, что он находится у вас, поэтому... И она его выведет на драку и его посадит. Его посадит. Потому что он уже сидел. Вот. И провоцирует, чтобы он ее ударил. И дед, я открываю дверь, я говорю, что ты с*** хочешь? И она кидается в квартиру. Я дверь закрываю, а этот спал. Он выходит, не поймет. Я хватаю палку и это самое, чтобы ее... Ты ко мне в тамбур зашла. И дед ее по рукам. Вот дверь прикрытая. И он вот так вот, куда он попал? Не знаю. Никто не пришел к нам. А к ней сразу милиция приехала. Сразу милиция приехала, менты сразу приехали. Мы сколько... Я в отдел ходил, писал заявление. Вот в предпоследний раз, когда... Участковый прибежал. Участковый... Вы знаете, вы как-то миритесь. Он нас начальник ругает. На второй раз звоню туда, он звонит. Вы можете, Любовь Васильевна, пойти, это самое... Написать заявление. Я говорю, не могу, давление 200. Прошло дня четыре. Приходит, сел вот тут на стульчике. Маленький он у нас участковый. Написал. Я говорю, где Алексей? Я говорю, вернулся. Дед говорит, уже надоело, ничего не хочу. Раз он возвращается, его семья пусть там это... А я говорю, документы не удаляйте. Нам они пригодятся, эти документы. Что он там писал? Дед подписал, потому что дед разговаривает. Подписал и все. Я звонила. Я же не знаю, в блокноте там проглядела все номера. Набирала, набирала. Никто мне не ответил. А это вчера плачу. Утром дед поехал дочку везти с внуком в больницу. Приехал ей, говорит, Таня, так и так. Вся ночная была. Мерила давление, Инночка. Все ночь. 230, оно заскакивает, сбивается. Там уже, наверное, было все 300. И сказала, и я старшей звоню. Звоню старшей. Она сбрасывает. Я забыла, что дети у меня пошли в МФЦ. Надо делать. У меня внуку 18 лет. Спортсмен. Она всю ночь долбилась там в дверь. Да? Ну не всю ночь. Как получила палкой по руке, и все, и тишина. Постоянно переживаю за родителей. Как скандал устраивают. И все время здесь. Приезжаю и постоянно с ними. Такие скандалы происходят? По какому поводу? Вы пробовали с ней разговаривать? А с ней бесполезно разговаривать. Что она хочет добиться? Она объясняет? Я там хозяйка. Она как-то ломилась сюда, говорила, я здесь хозяйка. Я говорю, ты хозяйка в своей квартире, но не здесь. Здесь родители мои хозяина. А вы, говорю, здесь вообще никто. И вот она как чуть его подопьют вместе. И начинает она. Иди, проси. Требуй с них денег, свою долю. А какая тут у него доля? Тут, по идее, уже доли его никакой нет. Спокойно проживать старость, мечтают пенсионеры Любовь и Борис Прудникова. Но изо дня в день они вынуждены с замиранием сердца слышать громкий стук в дверь и крики невестки. Их взрослые дочери вынуждены по очереди ночевать у пенсионеров, чтобы в случае очередного приступа успеть вовремя вызвать скорую. Нескончаемый круговорот этих шокирующих событий довел Волгодонцев до отчаяния. Во время съемочного процесса блокнот попытался взять комментарии у невестки, Жанны Прудниковой. Но та, в свою очередь, захлопнула дверь перед лицом журналистов. Здравствуйте, Жанна Прудниковой. До свидания. Вон к ней идите, к этой дуре старой. Где полиция? Где кто? Никто. Ни участковый, никто не принимает. Только отписки. Вам отказали. Надо подавать ее в межрегиональный суд. Туда-то, туда-то. А полиция ждет, когда труп будет? А полиция ждет, когда труп будет. Когда труп будет, тогда мы приедем. Уже видно, уже видно, что везде только кричат. Многодетная запила. Гоп, детей забрали. Тут же вызывает каждый раз милицию. Каждый раз вызывает, что неадекватная женщина ломится. Хоть одна полиция приехала. ПДН приехал. Приехала опека. Проверили ее. Нет. Никто не приезжает. Мы посторонние люди. Она взяла нашу фамилию. Есть люди достойные нашей фамилии. Он расписывался сырою. И она осталась. Прудникова. Вот та девочка в Ростове живет. Не дал бог ей быть мамой. А это... Она носит. Она позорит. Фамилию Прудникову. Она носила. Субтитры сделал DimaTorzok